Добрый вечер всем зрителям телеканала Россия. С вами я, Дмитрий Костенко, студент БФУ имени Канта, а это значит, что в эфире программа Вести Вуз. Прямо сейчас вы узнаете самые последние новости из жизни Кантианы. А я хочу пригласить свою очаровательную соведущую, победительницу Мисс Университет 2014, Екатерину Чекалкину. Здравствуйте, Дмитрий. Катя, привет. Прежде чем мы перейдем к первому материалу нашего выпуска, расскажи нам, победа стала для тебя неожиданной? Как твои впечатления? Признаться, да, победа стала для меня совершенно неожиданной. От конкурса я получила массу прекрасных впечатлений, и несмотря на волнение, все получилось очень успешно. Катя, скажи нам, ты в первый раз участвовала в подобных конкурсах? Да, это было для меня впервые, и мне, признаться, очень понравилось. А как отношения между конкурсантками? Были боевые такие или все-таки дружественный коллектив? Нет, у нас подобрался очень дружественный коллектив, и все девочки очень хорошо общались, дружили, поэтому никаких проблем в этом плане не было. Будешь общаться и после конкурса с ними? С удовольствием. Хорошо. А теперь я предлагаю посмотреть, как же все оно было на финале конкурса Мисс Университет 2014. Студентки, спортсменки, разве что не комсомолки. За шестилетнюю историю Мисс Университет, красавиц и умниц в БФУ становится только больше. В этом году жюри, участниц финального этапа конкурса, выбирала целых три месяца. Из полсотни претенденток отобрали девять. Эти девушки, наверное, самый прекрасный кадровый резерв региона. От юристов до специалистов автомобильного сервиса. Но на время проведения конкурса все они стали королевами подиума и глянца. У нас было много фотосессий, и все фотосессии проходили на холоде, на открытом воздухе. Было очень тяжело работать в таких условиях. Нас красили прямо в самолете. Когда фотосессия была с автомобилями, было очень холодно. Мы снимались допоздна в коротких платьях. Талантов студенткам БФУ не занимать. Половина из них занимается танцами на самом разном уровне. Но в финале, по словам участниц, это не имеет значения. Волнение у всех одинаковое. И много девочек, которые тоже профессионально занимаются танцами. Так что у всех, наверное, разные шансы на победу. Кулаки за участниц держали не только зрители, но и лауреаты прошлогоднего конкурса. Вице-мисс университет 2013 Наталья Вышиванная открывала церемонию, а в перерывах между номерами делилась опытом. Одна из них мне писала и спрашивала, как понравится на конкурсе мисс университет. Я ее не знаю лично, я ей написала, как понравится. Нужно просто быть лучше, быть собой. Кроме танцевальных па, участницы, чтобы завоевать любовь зрителей, и жюри пели и декламировали стихи. Искали пути к сердцам мужской половины зала на кулинарном конкурсе. Но, судя по реакции публики, хореография вне конкуренции. Студентка экономического факультета Екатерина Чекалкина устроила на сцене мини-карнавал с элементами восточной экзотики. Кульминацией вечера стал выход на сцену Тимура Гореева, проректора по инновациям. В этом году он возглавлял жюри. Без подарков не ушла ни одна девушка. Теперь в БФУ есть и свои мисс Грация, и стиль и элегантность. И сразу две вице-мисс Наталья Катунова и Ирина Евстигнеева. Но главную корону унесла с собой будущий маркетолог Екатерина Чекалкина. Ее номер признали самым ярким. Честно скажу, это, конечно, гораздо тяжелее просто, чем экзамены принимать. Очень трудно не перепутать данный конкурс с конкурсом красоты. Хочется подчеркнуть, что это все-таки мисс Университет, поэтому здесь очень комплексная оценка идет. И, как правильно говорят, нужно оценить прежде всего, насколько и душевно, и интеллектуально. Главный приз для мисс БФУ в этом году – поездка в Париж. Девушка может взять с собой попутчика. Например, одну из участниц. За время проведения конкурса все они подружились. А теперь к другим темам. Муниципальные образования региона будут заказывать специалистов у БФУ имени Канта. А главы районов снова сядут за парты. В Балтийском федеральном университете прошла встреча с представителями муниципалитетов. На ней обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества по подготовке и переподготовке кадров в Калининградской области. Подробности у корреспондентов нашей программы. БФУ имени Канта сегодня – это первая кузница кадров региона. Только в прошлом году в свободное плавание в УЗ отправил почти 3000 человек. 149 выпускников стали врачами и медсестрами. Правда, дефицит медиков в регионе почти в пять раз больше. Университет в состоянии готовить специалистов для разных отраслей экономики. Но сколько и кому надо архитекторов, юристов, инженеров в УЗе просто не знают. Все субъекты, и хозяйствующие, и органы управления, не готовы сформулировать, сколько, на какой период времени, с какими компетенциями кадры нужны. Вот это вопрос для нас очень сложный, потому что университет, конечно, не может сегодня этот вопрос сам решать. Один из вариантов решения кадровых проблем – формировать целевой прием абитуриентов, как это было в советские времена. В таком случае заключается договор с ВУЗом, выпускником и работодателем. Заказчиками специалистов вполне могут быть и муниципалитеты. Главы районов на встрече больше всего сетовали на нехватку врачей. Но и в тех отраслях, где сегодня кадрового дефицита нет, он может возникнуть завтра. Среди работников в муниципалитетах много людей пенсионного и предпенсионного возраста. Нам нужна поддержка в том, чтобы студенты университета, гвардейцы, делали дипломные работы, курсовые работы по самым острым актуальным вопросам, которые стоят перед нами, перед гвардейцами. Плюс они же у нас проходили стажировку и потихонечку уходили наш кадровый резерв. Сейчас БФО по целевой набор выделено 15% мест. Приоритет сегодня – педагогические специальности. Учителей в регионе, по словам министра образования, хватает. Треть выпускников БФУ прошлого года имеет в дипломе приставку преподаватель. Но работать в сельских школах мало кто желает. Ну вот то, что не едут у нас, ну это безговорочно. Понимаете, почему-то, я не знаю почему. Тем более мы даем всем все о том, что говорим о социальном пакете. Мало того, говорим о квартире. Кризиса, конечно, не настанет, потому что обновление идет. Просто мы хотели бы, чтобы оно двигалось более интенсивными темпами. Сегодня это 10-15% от списочного состава ежегодное обновление проходит. Главы муниципалитетов обратились в университет с просьбой разработать для них курс повышения квалификации для работников администрации. В БФУ собираются внедрять различные президентские программы по подготовке и переподготовке управленцев. Кроме того, есть курсы по работе с муниципальными госзакупками. Их прошли уже 350 человек. В БФУ имени Канта начали реализацию мегагранта правительства России. Сумма субсидий – 77 миллионов рублей на три года. И не исключено, что после завершения этого срока финансирование будет продолжено. Грант выделен Анатолию Снегиреву. Это один из ведущих в мире специалистов в области рентгеновской оптики. Живет и работает профессор во Франции, в Гренобле, где находится один из крупнейших центров для подобных исследований. В БФУ он трудится в качестве приглашенного ученого. В Калининград он приехал на неделю для проведения экспериментов с командой молодых физиков Кантианы. Университет сейчас располагает свои научные станции, по сути, аналогом больших европейских источников рентгеновского излучения – синхротронов. Изучаемый Снегиревым раздел оптики успешно применяется в материаловедении, физике металлов и является одним из самых перспективных. Калининград здесь занимает совершенно свое уникальное место, потому что это Балтийский регион. И здесь активность в области вот таких инновационных проектов по новому виду источников и применения оптики, он имеет большую перспективу, потому что здесь как бы вот в Балтийской гензейской, так сказать, сети есть Гамбург, есть теперь польский проект, который будет строиться. Калининград должен быть таким связующим звеном. 22 марта ботанический сад нашего университета открылся для посетителей. В этом году на две недели раньше, чем обычно. Сейчас там вовсю кипит работа. Садоводы копают грядки, пересаживают многолетние цветы, убирают сухие растения. А крокусы и подснежники уже давно расцвели и радуют глаза. Видите, вот почка просыпается, вот она. Вот она просыпается, почечка, вот она. Видите, у нее листочек уже появился. Розы только отходят от зимней спячки. С октября они были плотно укрыты и прижаты к земле. Так цветам легче пережить зиму. Сегодня садоводы их раскрыли и, осмотрев, убедились. Все 70 видов, в том числе и старые немецкие сорта, целы и невредимы. Розы практически всегда обмерзают нашу зиму, потому что климат, это наш климат, не розовый. У нас очень тяжелый климат для роз. На соседних грядках обрезают лекарственные растения. Нужно избавиться от прошлогодних стеблей, чтобы они не мешали всходить новым побегам. В этом году весна очень ранняя, поэтому земля прогрелась гораздо раньше, чем обычно. Особенно по сравнению с прошлым годом, когда еще в начале апреля снег лежал. Подснежники и крокусы в ботаническом саду уже вовсю цветут. Некоторые виды раскрыли бутоны еще в феврале. Между прочим, эти первые весенние цветы не только красивые и неприхотливые в уходе. Они еще и полезные. Крокус используют и в пищевой промышленности. Это шафран. Его называют еще царем приправы за его высокой цены. Чтобы собрать килограмм шафрана, потребуется 200 тысяч таких цветков. Впрочем, биологи ранней весны не слишком рады. Впереди самые страшные для растений – весенние заморозки. Они, как правило, бывают в апреле. Тепло, солнышко светит, температура под плюс 18, а потом вдруг заморозок. Конечно, это плохо. Потому что сразу начинают страдать уже не только цветочные почки, но и сами цветы. Нежная генеративная часть ее ответственная за размножение. Другими словами, цветок может погибнуть. Поэтому пока пересаживают только морозоустойчивые многолетние растения. Например, флоксы. А после заморозка в открытый грунт из оранжереи перекочуют однолетние. Самая красивая пора в ботаническом саду наступает с середины апреля, когда распускаются сакура, магнолия, вишня и яблони. Тогда, говорят садоводы, здесь стоит такой аромат, что кружится голова. Дебют команды КВН, сборная БФУ имени Канта в Премьер-лиге, прошел на ура. Наши ребята вышли в четвертьфинал. В первых играх сезона участвовали 24 команды, но только половина из них прошли в следующий этап. И у нас в гостях наши герои. Капитан Николай Храмов. Здравствуйте. Я не один. Валентин Драб со мной, Руслан Дадашев и Роман Вахитов. Да, замечательные ребята, которые представляют команду сборной БФУ имени Канта. Часть команды. Все не смогли сюда влезть. Расскажите о первой игре. Ответственность она не давила. Ведь вы первая команда из Калининградской области, кто участвовал в Премьер-лиге. Да, мы об этом, конечно, думали много, но это не занимало, скажем так, все наше сознание, поскольку было только желание пройти дальше, чтобы не было такого, что вот вышли, пролетели и все, и опять. То есть мы очень долго к этому шли, это огромный путь, начиная там с 2008 года. Седьмого. Седьмого даже, да. Поэтому было только желание вгрызаться в сцену. Ну и, в общем-то, так и происходило. На всех конкурсах. На ваше выступление поехали и ректор, и губернатор. Они подходили к вам после игры. И как у них с чувством юмора? У них все прекрасно с чувством юмора. Они сидели, улыбались, смеялись, аплодировали очень радостно. Когда было итоговое объявление результатов, я смотрел на их ряд. Они прям болели, это было видно. Это было очень приятно, на самом деле, то, что поддержка идет со всех сторон, от всего региона и от первых лиц региона. Это очень здорово. Хорошо, что они поехали. А что скажите про другие команды? В других городах России знают, кто такой Эммануил Кант? Ну, со всеми, конечно. Мы не общались, не выясняли именно это. Но знают ли они, кто такой Эммануил Кант? В целом, конечно, люди о Калининграде знают, но знают довольно поверхностно. Николай, расскажите про свою группу поддержки. Это были очень классные ребята. 100 с лишним человек. То есть там выделялось определенное количество билетов, которые мы должны были купить. Мы их, собственно, выкупили для своих болельщиков. Причем, что было приятно, больше половины этих билетов было отдано именно калининградцам. То есть ребята кого-то привезли в БФУ, собственно. На поезде, на самолете все добирались. На поезде, на самолете, да. Кто-то приехал сам, как захотел. Просто ребята очень хотели приехать. Были даже калининградцы, которые живут в Москве и пришли за родную команду поболеть. Блин, все были наряжены. Все были наряжены. Да, у всех футболочки с логотипом, с нашим, треуголки канта. В общем, на эфире, когда будет эфир, то все. Жабо. Жабо, опять же, это, конечно, на шее. Один человек был даже одет полностью в костюм Эммануила. В тот самый костюм Эммануила. Снял его. Антурасово, значит, чувствовался. Конечно. Да, конечно. Мы должны были выделиться. Роман, Руслан, расскажите, как все-таки проходил процесс съемок? Ой, вы знаете, ну просто это совершенно по-другому все, нежели обычный КВН. Мы играли очень долго, ну, ездили по другим лигам, по центральным, а тут попали в мировой лигу. Там мы очень много времени, да, Руслан? Да, просто дело в том, что там не только сама игра записывается, а еще записывается генеральная репетиция за два часа до игры, чтобы если вдруг какой-то в эфире будет косяк, чтобы можно было вырезать и вставить в игру. Поэтому очень много нам приходилось одеваться в форму, гримироваться и показываться, показываться и показываться. То есть это прямо для нас было что-то новое. В общем, день игры это был очень сложный день. Ну что ж, Николай, когда уже в высшую лигу? Что, завтра? Завтра можно, да. Пойдем. Если Александр Васильевич не против. Планы у нас хорошие на этот сезон, дай бог, чтобы они все реализовались. И дальше уже Сочский фестиваль покажет. Я думаю, что только вперед будем стремиться. И очень хотим в следующем году попасть в высшую лигу. А нам пришло время прощаться. Ребята, вам хотелось бы пожелать удачи, успехов, побед. Мы будем за вами смотреть. А все наши выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале БФУ имени Канте. До встречи на телеканале Россия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...